Рассказать о празднике с помощью творчества, об его истории, традициях, обычаях, символах и атрибутах. Такая задача была поставлена перед участниками уже ставшего традиционным конкурса «Рождество Христово». Ежегодно его организуют и проводят Центр детского творчества «Импульс» и «Видновское благочиние». «Рождество Христово» – конкурс открытый. Здесь могут участвовать и дошкольники, и у нас участвовали и население. Там даже были времена, когда 76-летние участники конкурса нам представляли на суд свои работы. В этом году было три номинации «Евангельские истории и притчи», «Образ Богородицы в церковном предании» и «Русские традиции празднования Рождества». Несмотря на пандемию, участников было очень много – 564. Свои работы конкурсанты приносили в «Импульс». Работа очень интересная. Интересная. У нас в жюри обязательно благочиние. Обязательно. И, конечно, они основную оценку дают тому, что представлено. Ну вот мы уже… А мы с художественной точки оцениваем. Победителями конкурса «Рождество Христово» признаны 105 человек, а 19 из них – удостойный гран-при. Как рассказала директор Центра детского творчества «Импульс» Нина Бессонова, задача перед жюри стояла непростая. В этом году оказалось очень много достойных работ. Иногда рассматриваешь работу, и мимо нее пройти просто невозможно, ее не отметить невозможно. И в то же время это конкурс. Вот конкурс – и как трудно быть в жюри, и как трудно выбрать лучшую работу. Из-за пандемии не было традиционной торжественной части, на которой награждают победителей. Но организаторы подготовили видеоверсию спектакля в поисках рождественской звезды, премьера которой состоялась в прошлом году на сцене Дома культуры. Что же это за планета такая? Кто плачет, кто снижается? Вместе снижается на планете шута! Теперь насладиться театральной постановкой с участием артистов из четырех творческих коллективов Центра «Импульс» может любой желающий на сайте учреждения. Там же опубликованы и все результаты конкурса. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.